Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас несколько необычная передача. Она заключается в том, что обычно я отвечаю на вопросы Марины, нашей соведущей, и у нас образуется эдакий живой диалог по поводу вопросов-ответов. А сейчас мне приходится вещать одному, потому что Марина в отпуске. А тема-то на самом деле огромная тема – это смысл. Смысл человеческой жизни, смысл и роль вообще этого смысла в жизни любого человека. Поэтому давайте с вами договоримся. Некоторое время я буду только говорить в режиме монолога. Не очень любимом мною режиме, потому что я не вижу ваших лиц, я не вижу ваших глаз, я не знаю ваших вопросов. А потом, через некоторое время, вы можете сразу или, выждав некоторое время, звонить по телефону 788-107-0, 788-107-0, и задавать любые вопросы по поводу смысла, по поводу просто жизни и так далее. Пользуйтесь возможностью практически бесплатно задать вопросы достаточно квалифицированному психологу и психотерапевту. Ну, а начать вопрос со смыслом я бы хотел рассказом об одном удивительном человеке, которого звали Виктор Франкл, и который родился в 1905 году, а в 1942 году, в 1942 году, его блистательная карьера была прервана. Прервана самым грубым образом, потому что период с 1942 по 1945 год в биографии Виктора Франкла стоит короткая запись. Находился в нацистских концлагерях. Еще раз напоминаю, преуспевающий молодой врач, который, в общем-то, пользовался такой популярностью, что сесть он должен был в концлагерь еще в 1941 году, но офицер гестапо, который собирался его арестовать, оказался его пациентом, и поэтому его простили на целый год. А дальше был ужас, дальше был кошмар, дальше была смерть, которая не сравнил с тем и с того, что проживаем мы сейчас в настоящее время. Потому что практически на глазах у Виктора Франкла и его близкие были отправлены к репечи к рематорию. И, насколько я помню, целила только сестра. И Виктор Франкл понял, что еще немного он просто сойдет с ума. Тогда он вспомнил, что он все-таки врач, психолог, и задался интересным вопросом. А что нужно для того, чтобы вообще-то уцелеть в концлагере? Что нужно уцелеть в этой страшной игре, которая часто превращается в наша жизнь? И он начал обращать внимание на других, на тех, которые каким-то образом в этих нечеловеческих условиях, тем не менее, способны сохранять и человеческое достоинство, и стремление жить. То самое главное стремление, которое по его утрачиванию неминуемо отправляет нас в могилу любым самым подходящим образом. И результаты его исследования, может быть, были закономерны, может, и ошеломляющие. Он понял, что выживает в концлагере тот, у которого есть смысл выживать. Слышите? Тот, кто имеет смысл. Самый небольшой, часто, смысл. Смыслом было на одного желание увидеть жену и подросших детей. Смыслом другого выяснить, как разрастется его садик, который он посадил как раз перед войной. Виктор Франкл выжил потому, что у него был смысл, смысл понять, что же такое смысл в жизни человека. Так вот, на эту тему, на тему того, как же необходимо современному человеку смысл, мы с вами сегодня ведем разговор. Почему именно сегодня? Да может, потому что именно сейчас мир переживает одним из самых тяжелых кризисов, которые только происходили за последнее время. Не случайно его в чисто экономическом плане сравнят с Великой депрессией. Но я хочу сразу объяснить вам, что это не кризис экономический, не чистый экономический кризис. Если посмотреть на него чуть дальше или с более высокой точки зрения, то тогда это кризис смыслов. Мы создали цивилизацию, общество, которое не имеет смысла внутри своего собственного существования. Которое, по сути дела, для своих членов задает только весьма ограниченный набор смыслов. А именно, власть, статус, деньги, чувство надовольствия. Вот все те смыслы, которые ты можешь получить в жизни. При этом, каким-то образом, некоторое время постулировалось, что это вполне достаточно для того, чтобы быть счастливым. Нет, увы. Исследования показали, что, например, с 1966 по 1996 год благосостояние, то есть возможность получить эти власть, деньги, эти чувства надовольствия, в Соединенных Штатах Америки поднялось примерно в полтора раза. Удовлетворенность жизнью упала в два с половиной. То есть получается, что этого мало. Почему-то это мало. Почему-то человек – это такое странное существо, которое в то время стремится раздвинуть горизонты. Странное существо, которое согласно выдержать любую нагрузку, любые испытания, преодолеть любые трудности, если только понимает, что в этом есть смысл. Но этот же человек отказывается сделать хоть что-то, как только лишь понимает, что всего-навсего играет глупую роль в сказке, придуманной идиотом. Как сказал Ницше, человек способен преодолеть любое «как», если только знает зачем. И поэтому давайте тогда разберемся с интересным вопросом. Во-первых, что же такое смысл? Чисто психологическое определение страдает, как всегда, излишней наукоемкостью. Смысл – это личностное значение чего-то для человека. Личностное значение. Разберем определение. Первое – это личное. Это суббогубличностное. И поэтому не пытайтесь найти смысл ни в высказаниях великих, ни в каких-то заповедях, ни даже в направляющих установках правительства. Потому что смысл – это нечто то личное, что для вас и только для вас. Второе значение. Это значит, что то, что вы производите, всегда имеет действительно что-то больше, чем просто. Деньги. Что для вас деньги? Какой смысл для вас денег? Безопасность, любовь, счастье, радость. Вот то ваше, индивидуальное, что вы можете уловить, оно и является главным для решения проблемы смысла. Правда, многие из вас могут возразить, и возразить вполне резонно. Какой там смысл нам не до жира, нам быть бы живо. Особенно сейчас в кризис. С одной стороны, вы правы. С одной. Потому что известный психолог, основатель гуманистической психотерапии Абрахам Маслов, еще давным-давно, ну, давным-давно, несколько десятков лет назад, опубликовал так называемую пирамиду потребностей, которую в своей жизни должны пройти люди. То есть он ввел понятие пяти уровней потребности, прохождение по которым и может составить своеобразный смысл человеческой жизни. Первая потребность – это потребность в выживании, в еде, питье, в воздухе, то есть в том, что позволяет нам действительно выжить в это сложное время. Как только вы удовлетворяете эти потребности, меняется смысл ситуации. На первый план выходит нечто другое, крайне важное. Потребности в безопасности. Физической и социальной. То есть потребность чувствовать себя в безопасности в этом изменчивом, а иногда весьма даже угрожающем мире. Если вы справились с этим, что ж, честь и хвала вам, потому что вы переходите на третий, уже куда более человеческий, нежели просто биологический уровень потребности, и вам уже не хватает просто безопасности, вам нужно другое. Вам нужна любовь и социальная активность. Вам нужно, чтобы вас любили. Вам нужно, чтобы были с кем-то, вы были где-то, и вы были кем-то. То есть занять какую-то определенную позицию, роль и так далее. Когда вы наиграетесь, а, к сожалению, вы наиграетесь, через некоторое время вы обнаружите, что все эти тусовки утомительны, что слишком часто присутствие где-то и везде одновременно тоже надоедает. Так вот, когда вы наиграетесь, тогда на первый план выступит второй смысл. А следующий смысл, четвертый по уровню, а именно потребность в уважении и самоуважении. Тя самая знаменитая потребность, которая даже наших алкоголиков, в отличие от всех других алкоголиков мира, заставляет при встрече, после возлияния спрашивать друг друга, «Вася, ты меня уважаешь?» И, соответственно, получать хоть таким образом заверение в уважении. Это одна из глобальных потребностей. Но если вы, в конце концов, ее удовлетворите, если вы станете тем, что Райкина завсклад, уважаемым человеком, окажется, что этого мало. Из вас будет что-то рваться изнутри. Что-то крайне важное, что будет требовать своего воплощения. Это будет потребность как раз в смысле самореализации, самовыражении, в осуществлении самого себя. В том, чтобы что-то оставить после себя, каким-то образом выразить себя, воплотить себя в этой жизни, чтобы оказалось, что она не настолько бессмысленна и бесцельна, как это кажется в тот момент, когда вы обрели очередной уровень в ступеньках изменения смысла. Но это не все. Потому что, как ни странно, именно тогда и только тогда, когда вы сможете самореализоваться, самоактуализироваться, тогда и возникнет, наконец-то, открытая дорога к другому, более высокому, не постесняя этого слова, плану человеческого бытия, плану жизни, к возможности жить подлинно самоактуализирующейся личностью, личностью, которая больше не волнует ни выживание, ни безопасность, и не волнует любовь и социальная активность, не волнует уважение и самоуважение, и им ничего никому не надо доказывать, и ничего им не надо больше воплощать. И им можно просто жить, и им можно просто быть. Не случайно именно по поводу, кстати, этой парамиды, обычно говорят, что человек в своей жизни, по идее, обязательно должен пройти три уровня отношения с действительностью. Первое называется делание. Это когда вы просто делаете, знаете, довольно тупо. Утром стоите на работу, ездите в общественном транспорте, давитесь вместе с остальными, выполняете постыревшую работу, потом возвращаетесь и чисто на автоматическом уровне ложитесь спать или выполняете какие-то обязанности. Если вы поднимаетесь чуть выше, наступает другой уровень. Бытия в деятельности. Потому что в том, что вы делаете, вы начинаете находить смысл. Не просто в том, что я тупо исполняю эту работу, а в том, что в этой работе я действительно что-то выражаю, что-то делаю. Но опять-таки это два уровня только для первых пяти потребностей маслоу. Потому что подлинное бытие, подлинная способность наслаждаться этой жизнью, получать наслаждение не за счет суррогатов, типа алкоголя, типа наркотиков, или типа там просто еды, роскоши и так далее. Наслаждение ведь присуще самой человеческой природе. Она живет в вас, она никуда не денется. Так вот, эта подлинная способность возникает тогда, когда вы понимаете, что бытие, сама по себе это все. Что радость бытия действительно дарована каждому живому существу на этой земле. И что эта радость бытия дарована и вам. Но может быть только отбито. Что ж тогда, хороший психотерапевт, и возможность обратиться к нему за помощью для того, чтобы понять, каким образом то, что естественно присуще каждому человеку, именно у вас не выражено в достаточной степени. Почему вы не можете просто радоваться? Почему вы не можете просто ощущать смысл жизни? Почему для этого обязательно нужно изобретать какие-то подпорки, какие-то оговорки и какие-то дополнительные средства, какие-то суррогаты? Это так, в общих чертах. Потому что если копнуть глубже, то тогда мы должны рассмотреть довольно длинную жизненную дорогу. Большинству из нас уготовлено все-таки где-то примерно 70 лет жизни в этом мире. И задаться вопросом, а что мы должны, собственно, делать? Какие смыслы есть у каждого отдельного конкретного этапа из жизни? И как вообще можно выходить на понимание этих смыслов? Какая вообще существует периодизация этой жизни? И как в этих периодах меняются смыслы нашей жизни, чтобы знать маршруты, дороги нашей жизни, нашу жизненную дорогу? И тогда получается, что за основу, например, не только в моих моментах, но и в многих других работах взнято понятие 12-летней периодизации. Вы знаете этот структурный гороскоп, который каждый из нас вспоминает перед Новым годом, когда выясняется, что то ли это год быка, то ли лошади, то ли козы, то ли мыши и так далее. Любопытно, что лет 20 назад группа математиков под руководством Кваши решила заняться интересным вопросом опровержением 12-летнего восточного гороскопа. Им очень сильно не понравилось то, что как-то его, знаете, абсолютизируют, возводят фетиш, говорят, что все подчиняется ему этому 12-летнему циклу. И когда они чисто математически пропустили основные события истории через свой компьютер, это выяснилось. Они были ошиблены. Оказывается, что 12-летний цикл – это основа, это то, на чем почему-то странным образом базируется устройство всей нашей жизни, всего нашего бытия, как будто кто-то или что-то волей случая или волей высших сил построил эту жизнь именно по этому 12-летнему принципу. Не верите? Ну тогда давайте вспомним с вами, например, 20-й век. Я надеюсь, что он еще не совсем стерся из вашей памяти. Согласно воззрении специалиста в этой области, Россия – это страна, которая рождена под годом змеи. То есть все судьбоносные события на нее приходятся на тот самый год змеи, который, не зная, когда уж подступит, хотя сейчас вспомним с вами. И теперь хотите, я вам назову года змеи в 20-м веке. 1905-й. Первая русская. Не очень удачная революция. 1917-й. Но вряд ли даже сейчас, после того, как все забылось, надо называть, что произошло в эту датью. 1929-й. Отказ от НЭПа и переход к политике коллективизации. 1941-й. Простите, но я надеюсь, что мне не приходится вам вспоминать то, что произошло 22 июня 1941 года. 1953-й. Смерть Сталина. 17-й. 53-й. 36-летний цикл. Три 12-летних цикла. 36-летний цикл, который соответствовал ортодоксальному социализму в России, потому что после Сталина уже никто не мог потянуть ни его уровень, ни его тоталитарность, ни его авторитет. А потом следующий год. 65-й. Отказ от хрущевской оттепели. Отказ от тех достижений, которые были связаны хотя бы с развенчанием того же самого культа личности Сталина. 77-й. 1977-й. Отказ от косыгинской модели хозрасчета. И начало застоя. 89-й. Переход к власти демократов. И 2001-й. Но я очень надеюсь, что вам не нужно вспоминать нам о том, с именем кого связан для нас 2001-й год. Так вот, можно продолжать и дальше. Можно целую передачу посвятить только этому 12-летнему циклу. Но давайте вернемся и поймем интересный момент, что ваша жизнь тоже подчиняется этим циклам. Единственное только, не все ложится, не все кладется на этот 12-летний цикл, потому что там есть еще полуцикл. Итак, первое. 0-6 лет. Полуцикл. Да, вы давно уже вышли из этого детского возраста. Вы твердо уверены, что вы вышли из этого детского возраста. Почему? Да потому что в этот период возникает очень интересная вещь. Это период, который называется импульсивный период в развитии любого человека. Это период, который связан со следующим. Дай, хочу, причем немедленно. К сожалению, очень многие так называемые взрослые дети, особенно выросшие в весьма продвинутых и обеспеченных семьях, до сих пор остаются на этом, напоминая 0-6-летнем периоде взрослого ребенка, который обесучит ножками, кричит, дай, хочу немедленно, там, как в известном фильме, Масик хочет водки. Если же все прошло нормально, если бы вы завершили эти смыслы, то тогда, начиная с 6 до 18 лет, наступает следующий 12-летний цикл. Очень интересный 12-летний цикл, в котором главным смыслом существования становится контроль и манипуляция. Да, не будем бояться этого слова. Вы начинаете понимать, что не дадут по первому требованию, что для того, чтобы получить что-то, надо каким-то образом повзаимодействовать с другими. Надо каким-то образом проконтролировать других, надо каким-то образом даже иногда не проконтролировать, а просто проманипулировать другими. И вы начинаете осваиваться в этом прекрасном мире человеческих отношений, занимаясь в моем днем свое какое-то достойное место, сначала в группе сверстников, потом дальше больше, и, наконец, в 18 лет, может быть, уже наступает следующий период вашей жизни, период социализации, социальный период жизни, когда главным для вас является включение вот в этот самый большой механизм, который моется обществом, в этот большой муравейник, в котором у каждого есть какие-то роли, у каждого есть какие-то функции, и вам нужно найти те роли, которые отныне вы будете исполнять, и вам нужно понять те функции, которые вы будете осуществлять, и вам нужно освоить, кстати, еще и амплуа, то есть так, как вы будете исполнять эти роли, вам нужно освоить маски, которые вы будете периодически надевать, потому что вы в жизни в социальном обществе предполагаете, что вы не можете прямо выражать себя, вам все равно придется учитывать и амплуа, и маску, Потому что вряд ли уместно надевать маску веселья на похоронах вашего врага, могут просто побить. И вряд ли точно так же уместно надевать маску скорби на свадьбе, даже если у вас увели вашу невесту. Что поделать? Это наша жизнь. Беда только в том, что у многих маски начинают прирастать к лицу, и человек уже оказывается не в состоянии снять свою маску. Он становится тем, как в известной легенде Аллорен Зайц, чей юночер, который ради борьбы с тираном надел на себе маску порока, а когда победив тиран, он попытался снять маску, оказалось, что это невозможно, потому что она стала его лицом. Продолжим после перерыва. Что ж, давайте продолжим наш разговор. И еще раз напоминаю, что хотя, возможно, вы завооруженно замерли у радиоприемников, а возможно, вы их уже собираетесь отключить из серии опять какие-то высокие проповеди. Да не высокие проповеди. То, что необходимо любому человеку. Понимаете, самый главный парадокс нашей жизни заключается в том, что если у вас нет смысла, вы не просто не очень хорошо живете, вы живете еще иногда не очень долго. Потому что смысл обладает удивительной способностью и возможностью включать некие механизмы вашего организма, которые способны преодолеть любой недуг. Помните знаменитый анекдот, который не так-то уж прост. Доктор, скажите, я буду жить? А смысл? Так вот этот смысл. Когда-то в 40-е годы, сразу после войны, в Семипалатинск поступил зэк в раковый корпус, который, по сути дела, загибался от рака и который должен был умереть. Потому что, в принципе, шансов особых не было. Да, стандартная гамма химиотерапии, но не так много лекарств и довольно запущенный случай рака. Но так получилось, что у этого зэка было некое предназначение, некий смысл его жизни, который, возможно, не осознавали другие, но очень хорошо узнавал он сам. Ему нужно было бы написать архипелаг ГУЛАГ, ему нужно было бы написать красное колесо, ему нужно было бы разобраться с темными пятнами нашей истории. Поэтому этот человек, напоминая больной раком, прожил еще 60 лет и ушел сравнительно недавно, я говорю, об Александре Исаевиче Солженицыне. Ну, а теперь еще раз напоминаю, наш телефон 788-107-0. И поэтому, пожалуйста, обращайтесь с вашими звонками, потому что, ей-богу, мне несколько тяжело говорить о серьезных вещах, не видя ваших глаз, не слыша ваших вопросов. Тем не менее, продолжу, потому что, если продолжать наш анализ, мы остановились с вами на чем? На периоде социализации с 18 до 30 лет вы идете и социализируетесь. Да, звонок? Да, слушаю. Вы в эфире. Алло? Да. Вы меня слушаете? Да, конечно, слушаю. Это Анатолий Дмитриевич. Очень приятно, Анатолий Дмитриевич. Вы знаете, я слушаю вашу передачу, и все в точку попадает. Спасибо. Что вы начинали с детства, что у меня мать умерла и прочее, прочее. И вот сейчас я думаю, а как быть-то тогда это? Вы вот сейчас о смысле жизни это говорите, про жизнь долго это. Я живу это, но я не знаю, в чем у меня смысл жизни это. А в чем, если бы вы могли знать, если бы вы могли найти этот смысл? В чем бы он для вас состоял? Вот я могу найти. А что вас радует? Скажите, что радует? Какие моменты вас иногда, внезапно, в какие-то моменты наступают, если не... Ну, я хожу на работу. И это вас радует? Радует, иногда раздражает. Иногда раздражает. Скажите, если мы разделим то, что вас раздражает, на то, что вас радует. Что вас радует на работе? Какие именно моменты? Когда и что вас радует на работе? Ко мне приходят люди. И вы начинаете с ними общаться, разговаривать, они просят у вас что-то. Злые люди приходят. И когда приходят злые люди, вы тем не менее с ними разговариваете, вы их успокаиваете, вы что-то делаете? Потом они меня раздражают, и я начинаю брониться. Правильно. Но сначала вас это устраивает, да? Да. Возможно, тогда очень любопытно, но я не могу, конечно, постоянно держать вас в эфире, потому что, возможно, будут другие звонки, но есть тогда... Я вообще-то куплю вашу книгу. Да, есть тогда очень интересно. Прекрасно. Тогда есть очень интересная вещь. Возможно, вот именно в этом странном общении с людьми вы можете найти некоторый смысл. Я пока ее не открыл. Хорошо, тогда откройте. Но еще одна подсказка для вас и для всех остальных. Подсказка следующая. Дорогие радиослушатели, скажите, а что вам доставляло удовольствие, когда вам было 12-13 лет? Что вам больше всего нравилось тогда? Что вас восхищало, что вас радовало? В 12-13 лет? Я был в детском доме, я был в коллективе. В коллективе. Значит, все-таки ваш смысл – это люди, жизнь среди людей, умение включиться с этих людей и понять, что люди – не только те, которые мешают вам жить, но и те, которые помогают. Спасибо. У нас в следующий звонок. Слушаю, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Это я ответ только что звонившему мужчине. В чем смысл жизни? Смысл жизни – в любви. В любви. А любовь, что у нас? Христос. Пусть он полюбит всех. Пусть он не раздражается. Пусть он всем простит. Хороший совет, но не универсальный. Простите, я действительно верю. Есть три вида смыслов, которые вы можете сделать. Смысл действий и поступков. Потому что вы можете найти смысл каких-то действий и поступков. Знаете, иногда не очень логичных, иногда не очень мотивированных, потому что иногда посадка дерева в вашем сквере, где уже давно зачах последний листик, немотивированная, за ваш счет и так далее, может явиться для вас высоким смыслом, а вы будете с удовольствием вспоминать об этом, и это окрасит как-то по-другому всю вашу жизнь. Второе – вы правы. Смысл в ценностях, среди которых ценность любви, любви к другим, любви к миру, и любви к себе обязательно – это тоже определенный смысл. А третий смысл обычно мы ищем в отношениях. Ко всем событиям, которые с нами происходят, и здесь как странно. Почему мы все время ищем зловещий смысл? Почему мы такие в этом отношении, действительно какие-то, ну, даже недоделанные, что ли? Почему в американских сказках в девяти из десяти случаях герой – удачник, благополучник, он побеждает, он выиграет? Почему в восьми из десяти случаях у нас герой – неудачник? Дело в том, что к любому явлению, к любому, к любому событию вы можете отнестись с точки зрения смысла этого события. И именно поэтому кризис для кого-то, как у китайцев, – это разрушение, а для кого-то – новая возможность. Еще раз звонок, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот согласна, ну, я уже не молодой человек, поэтому вопрос скорее про тех… Я тоже не юноша. Да, вопрос скорее про тех, кто рядом, но сильно моложе меня. Вот скажите, пожалуйста, вот эта периодизация, я с этой пирамидой малого знакома. На слову. А скажите, пожалуйста, вы ее в ценности опрокинули, и как бы в рост человеческий. Скажите, пожалуйста, случайно ли, что большое число суицидов происходит на границе этих периодов, вот скажем, 12-летний цикл, да, 12-24? Да, вы попали в точку. Это именно связано с тем, что старые смыслы ушли, а новые еще не пришли. А новые не пришли. А смысла нет. И тогда человек находит смысл не в жизни, но в смерти. А как помочь? Как помочь найти новые смыслы? Во-первых, я и сейчас пытаюсь помочь найти новые смыслы, потому что я как бы намечаю определенную дорожную карту, вы поняли? Того, какие смысли нужно искать. Потому что после 30 лет наступает новый период, вот эти 30-летние знаменитые роковые ревущие. Почему он наступает? Да по очень простой причине. Потому что хватит социализироваться, пора выражать себя. Вы поняли? Хватит бегать под дудку любых вожаков, наконец-то наступает период, когда вы можете выразить самого себя. И одновременно с этим вы достраиваете структуру своей жизни. Свои, а не для дяди. Вы поняли? Вот этот крайне важный период с 30 до 42 лет, иногда он проходит благополучно, потому что вы благополучно самореализуетесь. Пишите книги, стихи, строите дома и так далее. Иногда он проходит не очень благополучно, потому что вместо этого вы строите структуру своей жизни, создаете семью, покупаете квартиру и так далее, и тому подобное. Но он крайне важен, он крайне необходим. Вот только не надо останавливаться на том, что это все, что и надо. Знаете, перед рекламной паузой, перед новостями, я хочу рассказать анекдот, который, возможно, вы обдумаете, пока будет идти эта пауза. Российские исследователи установили, что известная картина «Иван Грозный убивает своего сына» это только часть триптиха. Вторая картина, «Иван Грозный вырубает дерево, которое сам вырастил, а третья разрушает дом, который сам построил». Это к тому, что уж больно примитивно у нас часто относятся к смыслам, а все сложнее, но об этих сложностях после паузы. Спасибо, мы продолжаем. И судя по обвалу звонков, по буквально шквалу звонков, эта тема вас действительно заинтересовала, поэтому, пожалуйста, следующий звонок, вы в эфире. Алло. 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 Да-да, я слышу, вы в эфире, мы слышим вас. Скажите, пожалуйста, вот если человек знакомый себя обругал, ну, последними словами ни за что, ни про что. Надо после этого с ней здороваться. Значит, я так понимаю, что ваш вопрос заключается в том, что ваше отношение с этим человеком, это, наверное, и был определенный смысл, который придавал вам так, я понимаю, да? Ну, до этого я восхищалась. Знаете, я хочу сказать вам интересную вещь. Тот самый Виктор Франкл, о котором я упоминал, он как-то сказал интересную вещь. Не так легко добру в этой жизни победить зло, и так легко добру вас внутри, внутри в нашей душе победить зло. Потому что он, как-то он сказал интересную фразу, если мы запускаем ангела в нашей душе, он превращается в демона. Слышите? Ему же была очень хорошая, им же сказана очень хорошая мысль относительно того, что, к сожалению, мы должны признать, что подлинно человечные люди, подлинно совестливые люди, к сожалению, увы, составляют меньшинство в этом мире. Но как хочется, если ты человек, принадлежать именно к этому меньшинству, потому что, возможно, только их силами в настоящее время этот мир еще окончательно не рухнул, окончательно еще не ушел в никуда. А что касается ваших отношений с другим человеком, попробуйте все-таки простить. Попробуйте все-таки понять, что, возможно, говорил не он сам, возможно, говорила его злость. И каждый из нас может, к сожалению, в таких ситуациях впадать в транс-проблемы, то есть буквально видеть не то, что есть на самом деле, а то, что ему кажется. Вы вот видели, любимая демонстрация, гипнотизеры там заставляют человека собирать цветочки на сцене, где этих цветочков нет. Видели, правильно? Да. Так вот, на самом деле, часто человек, который с вами конфликтует, находится в таком же гипнозе. Он видит то, чего на самом деле вовсе нет. Спасибо. У нас следующий звонок. Алло. Слушаю. Здравствуйте. Иван Иванович с вами говорит. Очень приятно. Я поздно подключился к вашей передаче. Скажите, значит, правильно я понимаю, что смысл жизни вы замыкаете в длительности человеческой жизни. Нет. Я не замыкаю смысл жизни в длительности человеческой жизни. Более того, когда-нибудь мы сможем с вами поговорить относительно очень любопытной мысли, которую я абсолютно разделяю, что смысл этой жизни и этой жизни это обучение в этом земном университете для того, чтобы в дальнейшем продолжить, простите, существование обучения уже в космическом университете. Но это слишком высоко и сложно, чтобы поднимать эту тему. Я полностью с вами согласен. На Земле мы только учимся жить, да? Да, совершенно верно. Но давайте не будем сразу уходить в эзотерику, а то многие наши слушатели не поймут или отключатся. Я с удовольствием с вами потом поговорю на эту тему, или подключайтесь к нашим семинарам, потому что там мы позволяем об этом говорить в открытую. Говорим в открытую то, что не всегда принято говорить, так сказать, ну, по некоторым традициям. Знаете, как-то странно сложилось, но один из смыслов нашей жизни на длительное время стал атеизм. Правильно? А я всегда утверждал, утверждаю, что атеизм это всего-навсего одна из форм религии, причем одна из самых поздних, и довольно самых глупых. Вы слышали меня? Потому что он, во-первых, исходит из абсолютно бездоказательного тезиса о том, что вначале была материя. Известный физик Стивен Хоукинг, знаете о нем, да? Он как-то задался вопросом, а что же было до большого взрыва, до той самой точки сингулярности, из которых появилась вселенная? И пришел к выводу, что все-таки что-то было. Но вначале действительно было слово. Впрочем, давайте отложим эту тему. Спасибо вам за действительно интересный звонок. Следующий. Алло. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня Владимир зовут. Очень приятно. Я вот хотел такую вещь спросить у вас. Я на самом деле изучал довольно долго и Библию, и Коран. Это очень хорошо, да? Я переводил Библию с греческого языка, с еврейского языка. Ну что ж, очень хорошо. Мне интересно было для себя самого. Вот. И с точки зрения религии, я понял, что религия, она только для управления народом. Она не несет ни с собой никакого глобального смысла. Это то, что она заявляет собой какие-то цели, это обман. Ну, то, что я увидел сам. Я понимаю. А вопрос заключается в чем? А вопрос заключается в том, что, как бы сказать, я биолог по образованию. Угу. И я вижу смысл человеческой жизни, вот все вот эти вот... То есть, что такое смысл? Смысл – это вот поступки, которые мы совершаем. То есть, мы видим в каждом поступке определенный смысл. Но в глобальном, скажем так, смысле, ну, я не вижу ничего, кроме вот обычных биологических вещей. Наверное, в этом и ваша определенная трагедия, простите, что я перебиваю, потому что я хотел бы объяснить следующее. Давайте не будем путать с вами религию в подлинном смысле, и религию в его конкретном воплощении. Во-первых, в любой религии существуют две формы этой религии. Экзотерическая – это для всех. И эзотерическая, она для немногих, для избранных. И вернемся к конкретному принципу того, что же такое религия. Кстати, а как расшифровывается слово религия, вы знаете? Ну, связь. Да, религары. Восстановление связи. Восстановление связи с чем-то другим. Странно, но люди никогда не задумываются о том, что врачи используют в случае, если больной внезапно выздоравливает слово ремиссия. Простите, а вы понимаете, что значит ремиссия? Ремиссия возникает у тех, кому возвращается миссия. И более того, если мы возьмем другое слово, слово ресурс, которое мы часто используем у себя в психотерапии, так ведь это ресурс. Сурс – это исток, восстановление связи с истоком. И поэтому, к сожалению, в основе я вам советую почитать книгу Роджера Уолша «Основание духовности», где он анализирует семь великих религий и приходит к выводу о том, что в подлинном, в самом начале, там был совершенно другой смысл. Смысл открытия космичности собственной души в себе, а не где-то там. Кстати, Иисус Христос, между прочим, всегда говорил, что Царствие Божие где? Внутри нас, между нами. Да, внутри нас. Ну, давайте немножко оставим эту тему, а то я боюсь, что мы немножко их... Ну, вот следующее, вот еще одну, буквально одну секунду. Да, пожалуйста. Понимаете, дело в том, что, на самом деле, вот это все вот религии, это все, вот если брать древние, вот эти вот иудаизм, все вот эти вещи, ну, на самом деле, это придуманные вещи. Это... там люди исходили из того, что они видят, этим они и объясняли существующий мир. Но это же заблуждение, понимаете? Хорошо, давайте с вами договоримся о следующем. Я вам советую почитать Роджера Улша, не потому, что, так сказать, Высоколоба, говорю, вот вы его не читали, а просто потому... Я не думаю, что я там что-то новое найду, на самом деле, то есть я очень многое перечитал. Попробуйте, я лично доверяю очень сильно буддистам, которые... Да, я не думаю, я не думаю, что там что-то новое будет, поймите одну вещь, то есть нет ничего нового. Мне немножко жаль вас, тогда у вас действительно проблема утери смысла. И это проблема, спасибо, что вы ее подняли, потому что это проблема нынешнего общества. Потому что люди, у нас даже достигшие каких-то определенных высот, теряют смысл своего существования, все достигнуто, и либо скатываются до глухой биологии, либо обращаются к... Хорошо, к хорошим психотерапевтам, которые позволяют им понять смысл. Но их-то немного, нет, не людей, которые ищут смысл. Хороших психотерапевтов. Это все обман, это все тоже субъективизм. Хорошо, это Ваша точка зрения, спасибо. Другой звонок. А, у нас перерыв. Давайте вернемся к последнему звонку, потому что он задал действительно колоссальную важность и проблему. Так что же происходит в 42 года? Когда вам повезло, когда вы смогли построить структуру своей жизни, когда, в общем-то, более или менее пелись ваши дети, когда есть квартира, есть жилье, есть что-то. Безумно грустно, потому что в 42 года очень часто начинается путь вверх по лестнице, ведущий вниз. Ибо 42 года для большинства это вершина карьеры жизни. Дальше только плавное угасание, плавное спускание вниз. И вот здесь-то и кроется то, почему предыдущий звонящий так яростно опровергал Бога, потому что, знаете, ну, хотелось бы ответить, конечно, одной простой вещью. Если человеку не нужен Бог, Богу не особенно нужен этот человек. Иногда, знаете, это все-таки двусторонние отношения. Так вот, 42 года перед вами стоит очень серьезное испытание, очень серьезная проблема, нормальная, которая проходят не очень многие. Эта проблема заключается в том, что вам нужно вернуться к себе. Что к 42 годам вы раздали себя, исполняя различные социальные, межречные и прочие роли, всем, кому только не лень. Вы уже и жнец, и жрец, и надудей, и грец. Вы уже все, и папа, и начальник, и продолжаете оставаться сыном для своих родителей, вы уже запутались в этих бесчисленных ролях. Потому что вас уже там нет. Есть только роли, есть только маски. И отчаянно бьется только одинственная мысль. Где я? Кто я? Где я есть? И вот в этот момент и наступает момент истинный. Если он наступает, почему именно ревущие 40-го часто являются таким часто повторяющим все это возникающее рефрена самоубийства? У вас есть две дороги. Дорога вверх на изменение смыслов. И дорога вниз, та самая вверх по лестнице, ведущая вниз. Потому что если вы не сможете преодолеть, не сможете вернуться в себе, не сможете обрести свою собственную индивидуальность, скорее всего, через некоторое время вы спуститесь на уровень контроля и манипуляций и начнете рассказывать другим, кто здесь главный, кто деньги зарабатывает, кто, в конце концов, папа в этой семье. А еще ниже вы сползете на уровень импульсивный, когда будете просто капризно требовать к себе внимания, требовать, что все решили ваши проблемы, не обращая внимания на то, что ваши проблемы – это, между прочим, ваши проблемы. Но вы можете пойти и вверх. Только в том случае, если вернетесь к себе, если вы обретете то, что Юнг называл индивидуацией, осознание самого себя. Вот того самого смысла жизни, того неповторимого, что дано вам и только вам. У нас звонок. Вы в эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, я, как и предыдущий, считаю, что иудаизм – это заблуждение. Но я не об этом. Вот вы привели здесь 12-летний цикл. Но я вам хочу сказать, что демократы пришли к власти в 91-м, а не в 89-м. В 89-м они не пришли к окончательной власти. Посмотрите, что там в 89-м были. А Путин в 2000-м. Правильно, но президентом стал в 2001-м. Ну, а что такого эпохального случилось в 77-м, 65-м, 29-м? Разве можно это сравнивать с 17-м и 41-м годом? А в 29-м году вы не помните про то, что произошел великий перелом и был отказ полный от МЭТа? МЭТа началась коллективизация. Тогда вы плохо помните историю. В 77-м году, действительно, до этого существовал Косыгин, существовала модель хазерасчета. Но давайте вспомним о следующем. Я сейчас веду передачу о смысле, а вовсе не о 12-летнем цикле. Я упомянул его просто для того, чтобы вы поняли, что, как ни странно, с плюс-минус год, вы что считаете, что это должно совершаться с неумолимостью железнодорожного расписания? Простите, у нас поезда приходят с опозданием. А здесь вопрос о мироздании. Тем не менее, он действует. Поэтому спасибо. Следующий звонок. Алло, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Очень приятно. Я тоже Сергей. Честно говоря, мне не очень понятен вопрос лично для себя. Потому что я так считаю, живи для себя и делай, что хочешь. Сколько вам лет? Мне 68 лет. Вам удается жить для себя и делать все, что хочешь? Ну, не всегда. Вы успешно это делаете? Ну, не всегда. Вы довольны своей жизнью? Я не доволен, поскольку не достиг тех целей, которые себе ставлю. А какие цели вы ставите для себя? Ну, достижения материального, определенного материального благополучия. И дети растут. И те вопросы, которые меня интересуют в науке. Значит, у вас в настоящее время остался смысл выживания, смысл безопасности. И просто у вас еще, возможно, хватит времени на обретение других, более высоких смыслов. Но смею вас заверить, что ко мне, психотерапевтам все-таки всемирной реистрации, очень часто приезжают весьма обеспеченные, составившиеся люди. С точки зрения обычного человека, они абсолютно счастливы. У них есть все. Машина, деньги, все. У них нет только одного. У них нет смысла. И у них возникает то, что называется экзистенциальный невроз. Невроз существования, когда они мучительно пытаются понять, ну вот я все это получил. Зачем мне все это нужно было? Что мне это вообще дает? Кто я? Зачем я? Зачем я пришел в этот мир? И мы помогаем им. Далеко не всегда только лишь вот такими проповедями с рассказами о 12-летнем цикле, хотя я еще надеюсь, что я успею его досказать. Мы же остановились только на возрасте 42 года, правильно? А дальше там происходит нечто другое. Во-вторых, просто-напросто очень многие из нас, увы, до сих пор находятся, во-первых, в плену за блуждение, во-первых, в плену этого, возможно, нашего не самого удачного общества, которое, кстати, умудрилось совершить 72-летний эксперимент, не особо удавшийся, потому что и может быть прав был Чаадаев, который говорил, что мы русские, рождены не для того, чтобы сделать что-то разумное, доброе, вечное, а только лишь для того, чтобы дать страшный урок всему миру. Спасибо. Следующий звонок, если есть. Алло, вы в эфире? Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу несколько добавить по поводу 12-летнего цикла. Дело в том, что он происходит на фоне 5-летнего, 30-летнего, 20-летнего. Да, совершенно верно. Это просто как делить пирог. Приходится на разные года, и, скажем так, важное событие меняется именно из-за этого. Да, вы молодцы, но в данном случае я бы просил вообще тех, кто интересуется именно структурным гороскопом, отослаться к, соответственно, книге. У нас вопрос о смысле. И вопрос относительно того, спасибо, я хотел бы продолжить, что в 42 года, еще раз напоминаю, вы решаете для себя вопрос, идти вверх или идти вниз. К сожалению, большинство идет вниз, а потом звонят и говорят, Бога нет, смысла нет, жизни нет, что вы там несете, ересь о смысле. Это давно уже известно, простите, без вас. Потому что у кого что болит, тот про то и говорит. Самые яростные борцы с алкоголизмом, скрытые алкоголики. Знаете, это известно любому хорошему психотерапевту. Я никого не обвиняю. Я просто обращаюсь к вам с вопросом. У вас еще есть масса шансов для того, чтобы обрести смысл. Вы поняли, масса шансов. Приведу простую историю. Однажды, уже где-то в районе 40 лет, по-моему, даже после, некий человек по имени Бакминстер Фуллер оказался в полном крахе своей жизни. Его бросила жена. Она запретила встречаться с детьми. Его банк лопнул. Его выгнали с работы. И он понял, что единственное, что ему остается, это только прыгнуть с моста, по-моему, с моста реки, по-моему, Потамак, для того, чтобы покончить что-то с этой никчемной жизнью. История не сохранила известия о том, почему, собственно, он не спрыгнул с моста. Может быть, было холодно. Может, вода была слишком холодная. А может, высоко. А может, просто струсил. Так или иначе. Но рассвет он встретил живым. Но он был гением. И вы сейчас поймете, почему. Потому что он подумал о следующей странной вещи. Если я сегодня ночью должен быть умереть, но я не умер, то почему бы мне не начать жизнь так, как если бы я умер? Начать жизнь с чистого листа. Но если я бы умер этой ночью, то тогда все мои ожидания, все мои обязательства, в том числе все мои ценности, взгляды, мировоззрения, они не существовали бы. Я бы действительно мог начать жизнь с чистого листа. Интересно. Как видите, он был гением. Но дальше был совершенно гениальный ход. Он задался интересным вопросом. А в качестве того, кого мне бы тогда стоило начать свою жизнь? Напоминаю, он был гением. Потому что он решил, а начну, как и я, свою жизнь, как полномочный представитель космического разума на этой земле. И как полномочный представитель космического разума на этой земле я буду жить, сверяя свою жизнь с этим космическим разумом. И я попробую доказать, что может сделать человек. Он прожил очень долгую славную жизнь. Он был при жизни признан гением. Геодезический купол Фуллера и еще куча других изобретений, которые он оставил нам навсегда останутся в золотом фонде человечества. Но все только потому, что в один прекрасный момент он не стал искать бессмысленности в собственной жизни, а позволил себе обрести другой смысл, который, возможно, был достаточно близко, достаточно рядом. Так что никогда не сдавайтесь, никогда не останавливайтесь. Смысл всегда рядом. Так. Звонок? А, перерыв. Что ж, похоже, наша тема задела всех заживое, потому что наблюдается просто какой-то шквал звонков. Напоминаю, наш телефон 788-107-0. Но пока я позволю себе на секундочку еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, я слушаю. Здравствуйте. Спасибо вам огромное. Вы мне прям очень помогаете. Вот у меня такой вопрос. У меня сейчас, мне прям вот мучаюсь вопросом, не знаю, смысл жизни, то есть я стала думать о том, ну, так получилось после игровых автоматов, у меня, значит, немножко такое, думаю, ничего неинтересно, деньги есть, все вроде есть. Мы даже знакомы. Вот. И вдруг мне неинтересно ничего. И стала искать вот то, что вы прям как раз вот озвучиваете. Нашли. Вы знаете, вдруг я, не знаю, но мне стыдно, у меня цель ни внуки, ни там какие-то там близкие, а чего-то мне интересно, вот рок-н-ролл, вот музыку слушать, мне интересно. Ну, великолепно. Да. Потому что смысл не может быть высоким и низким, он всегда просто смысл, вы поняли? Высоким и низким его делают только люди. Знаете, когда-то я жил в Киеве, и мой дед был очень занят, он занимал высокий пост в украинском правительстве, а моя бабуля, она все время занималась только тем, что за кого-то хлопотала. Вечно дед был крайне недоволен относительно, потому что кто-то приходил в наш дом, кто-то постоянно сидел, она кому-то звонила, просила его помочь и так далее. А потом довольно рано, в 54 года, она умерла. И вот когда я увидел абсолютно запруженную людьми, там было, наверное, несколько сотен, если не тысяч людей, которые запрудили всю улицу Чапаева, я понял, что, наверное, в жизни моей бабки был бы смысл, возможно, даже больше, чем хлопотливой деятельности моего деда. Потому что, в принципе, еще раз напоминаю, смысл не может быть высоким и низким, он всегда просто смысл. Но позвольте мне закончить, несмотря на звонки, потому что 42 года, напоминаю, вы можете идти вверх. Что произойдет, если вам удастся пройти вверх? Что произойдет, если вам найдется хороший духовный учитель? Хороший? Не надо думать, что я вас сейчас рекомендую соваться во всякие фиолетовые братства и прочие обманки, которые сейчас расплодилось до безумия, с которыми нужно разбираться. Что произошло, если вам попадется действительно хороший психотерапевт? Куда вы пойдете тогда дальше? Так вот, очень интересно, что если это произойдет, вы вступите в новый этап и уровень своей жизни, который называется очень странно, но очень точно. Высокое принятие. Внезапно, чисто психологически, у вас пропадет главное – желание осуждать и судить, желание оценивать, делить на хорошее и плохое. Внезапно, очень странно, но вы поймете, что жизнь – это просто жизнь. И будете с интересом наблюдать за ней чуть-чуть как бы со стороны. А я так и умею это происходит, честно. Вот отлично, значит, вы переходите на этот уровень, спасибо за звонок. Сейчас мы продолжим. Так вот, продолжая об уровне высокого принятия, если это произойдет, то жизнь почему-то обернется к вам совершенно другой стороной, очень хорошей стороной. Внезапно что-то произойдет, что-то включится в вашем собственном организме, потому что, простите, вы способны на все, у вас есть все необходимое. И вы просто будете получать удовольствие этой жизни, наступит этап высокого принятия. Но это не единственный этап и не последний этап далеко, точнее, это не высокое принятие, простите, у нас он называется свидетельствующий. Почему свидетельствующий? Да потому что вы будете как бы находиться как свидетель собственной жизни, но получая удовольствие от фильма, от сценария собственной своей жизни. Если вы сможете пойти дальше, к сожалению, не все идут дальше, то тогда вы получите тот самый период высокого принятия, И когда внезапно, самое интересное, что вы получите ослепительное удовольствие внутри вас, просто ни от чего, просто от существования, от самого факта вашей жизни, от самого факта существования, когда, простите, вы обнаружите, что самый изысканный наркотический алкогольный кайф на фоне того удовольствия, которое внезапно раскрылось внутри вас, это, знаете, собачья будка по сравнению с Виллой Рокфеллера. Вообще несравнимы вещи. Если вам очень повезет, вы пойдете дальше на последний седьмой уровень человеческой жизни, на уровень целостности, когда для вас откроется действительно космос, Бог, Вселенная, космический разум и так далее, но пока умолкнем на эти слишком высокие темы и вернемся к более простым вещам. К вещам относительно того, что на самом деле в любой момент в этой жизни можно найти смысл, единственное, только не все позволяют себе это сделать. Следующий звонок, пожалуйста. Вы в эфире, слушаю. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Роза. Скажите, пожалуйста, что значит, по-вашему, верить в Бога? Довольно любопытный вопрос. Наверное, это просто понимание того, что на самом деле ты не един. Ты не один в этом мире, что есть нечто, что направляет тебя. И вера в Бога – это не исправление каких-то религиозных ритуалов почти до отправления естественных надобностей, потому что, знаете, тот же самый Роджер Уолш «Основание духовности». Какие еще книги? Тут я потом скажу, какие нужно прочитать. Он очень точно указал, что когда-то все то, что сейчас является довольно, простите, дурацкими ритуалами, было на самом деле психотехнологиями, психотехнологиями обретения смысла. Возьмите крещение. Как крестил людей Иоанн Креститель в реке Иордан? Я был в этих местах, зная, что это не очень глубокая речушка, в которой он заводил людей практически по шею, после чего заходил сзади и делал прием, который в борьбе называется Нильсон. То есть он зажимал шею и погружал голову человека под воду. И в таком состоянии он его держал до минуты, до тех пор, пока человек буквально не переставал трепыхаться. Зачем? Да потому что у человека возникал предсмертный опыт. Тот самый знаменитый предсмертный опыт, который очень для многих является, в общем-то, предтечей основой для получения внезапного, озаренного получения смысла собственной жизни. Поэтому и обряд крещения был потрясающей силой психотехнологии, который сейчас свелся, простите, к достаточно, ну, извините, все-таки банальному действию. И Роджер Роллс даже изобрел чеканную формулировку. Когда психотехнология умирает, она превращается в ритуал. Или другое, молитва. Мы сейчас привычно молимся относительно того, чтобы что-то получить. Иногда даже удивляемся, когда молитва доходит до адресата. Не знаем очень хорошей восточной поговорки о том, что молитва – это когда человек говорит с Богом, а вот медитация – это когда Бог говорит с человеком, когда Он дает ему возможность направить что-то. Наша молитва даже сейчас никуда не годится. Ведь тот же Серафим Саровский и многие другие были авторами очень простой мудрой молитвы «Господь Иисусе Христе, помилуй мя». Кстати, грешно не упоминался, помилуй мя заканчивалась эта молитва. Это была своеобразная мантра, в результате которого человек выходил на более высокий уровень своего развития. Потому что кто вам сказал, что то, что вы постоянно видите в жизни, изнанка этой жизни, и есть вершина человеческой жизни? Это дно человеческой жизни. И не надо принимать ошибочно дно за вершины, потому что вершины просто скрываются за этим дном, часто под этим дном. Но они всегда есть. И они ждут вас. Если вы, конечно, будете их ждать и будете их искать. Еще один звонок, уже последний, похоже. Слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно было вас послушать. Спасибо. Я богатый человек, много денег. Сейчас, ну, я не знаю, там, направо-налево, но помогаю, и там, в медицине помогаю. Как с вами-то встретиться? Как вас найти или прочитать что-то ваше? Ну, у меня есть 28 книг. И у меня есть мой сайт, который вы можете найти на сайте передачи. А, извините, я не знаю, кто... Ковалев Сергей Викторович, простите, так получилось, что, поскольку не было Марины, никто не представил. С вами разговаривал Ковалев Сергей Викторович, доктор психологических наук, профессор, психотерапевт всемирно-европейских реестров. Есть у нас такая вот должность, скажем так. И, соответственно, вы можете посмотреть информацию на сайте, там есть и я. И, соответственно, есть информация относительно моей работы. Поэтому, пожалуйста, выходите на сайт, если не ошибаюсь. Да, очень интересно. 3w.center.nlp.ru 3w.center.nlp.ru Ну, все, ладно, дальше вам спасибо. И вам спасибо, потому что, к сожалению, мы вынуждены завершать нашу передачу, несколько неожиданную, в чем-то, возможно, даже потирующую, в чем-то, возможно, возвышающую вопросы, которые не принято поднимать, поднимающие-то вопросы, в чем-то дразнящую, но передачу, которая позволяет мне сказать, главное, дорогие мои, ищите смысл. Он есть всегда, он есть везде, он рядом, он просто скрыт от вас за повседневностью. И если вы позволите себе немножко взглянуть, поднять свой взгляд, взглянуть за горизонт... Спасибо. 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 Спасибо.